Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет такой замечательный эксперимент с таким замечательным двигателем и вот с такими замечательными прокладками ГВС. Много просили, много писали, думал как это сделать, то есть попробовать поизменять двигатели, то есть компрессию, степень сжатия, вот такие вот интересные вещи, но недавно наткнулся на такой коммент, просьба, что будет провести эксперимент, что будет поставить под ГБС 10 вот таких замечательных прокладок. Ну вот оно, решение в принципе само и пришло. Двигатель помните, да, вот этот, который мы красили вот этой замечательной краской, флюоресцентная, если я не ошибаюсь, он называется, запускали его и в комнате смотрели, как он разогревается, то есть она от нагрева начинает светиться и, соответственно, смотрели разогрев равномерно, неравномерно, локальные места, но оказалось все просто супер круто, то есть вазовские двигатели прям не перестают удивлять. Так вот, поэтому сегодня, я надеюсь, они опять нас удивят, то есть раз мы будем уменьшать степень сжатия, соответственно, надеюсь, немного начнет уменьшаться и компрессия, то есть снимем ГБС, сначала померяем компрессию сейчас вот именно на стоке, то есть посмотрим, сколько там, запишем ее или запомним, фиг его знает, как пойдет и начнем по одной прокладочке добавлять и смотреть, как у нас будет двигатель работать, как он будет запускаться, ну и вообще, что будет происходить. По факту, я думаю, что если нам хватит длинный болтов, то мы зафигали бы все 10, добавлять будем по одной и посмотрим, в какой момент он перестанет запускаться или все-таки он не перестанет запускаться, как вы думаете, поэтому тормозите, черкните быстро коммент и смотрим, что будет дальше, погнали. Так, ну вот все подключили, предлагаю все-таки для начала его запустить, потому что надо его запустить для того, чтобы он хотя бы чуть-чуть поработал, чтобы он поднял, давно он уже стоит, чтобы там масло, все дела, все он поднял, ну и после того, как маленький поработает, конечно, уже будем мерить компрессию. Так, ну давайте попробуем. О, работает вообще как часы, ну не совсем, конечно, как швейцарские, но как часы, и это хорошо. Ну, я думаю, это больше, чем достаточно. Все, отлично, все он там поднял, все хорошо, все замечательно, теперь берем компрессометр. Опа! Так, газ-палас, крутим. Хорош! Сколько там получилось? Видишь? Ну и говори. 110. Охрененная компрессия. Если б 110 была здесь компрессия, то ты любой бы дизели, знаешь, как бы в ладоши прыгал, сказал мне нафиг ваша солярка даже не нужна, я на одной компрессии поеду. Сколько? 8. Это у нас первый цилиндр. 8. Не ходил, ну, вон Ванька ходил, надо у Ваньки спросить. Вань, 8 кило паскалей, сколько килограмм? А, Ванька? Ну знаешь же. Расскажи. Стесняется. Ладно, поехали. Второй цилиндр. Хороший. Ну что? Тоже ровно восемь. Это хорошо. Чуть меньше восьми. Ну, семь с половиной. Хорошо. Пускай будет семь с половиной. Ну и четвертый. Хороший. Ну что? Здесь у нас тоже ровно восемь. Слушай, а мотор-то еще неплохой. Хороший. Вообще прям такой нормальненький. Восемь. Восемь. Хорошо. Ну и теперь? Теперь что? Теперь взрываем ГБЦ, поднимаем ее с блока, ложим еще одну прокладку, собираем, также меряем компрессию и пытаемся его завести. Ну, в принципе, как мы все прекрасно знаем, я уже говорил вам, что раньше для того, чтобы перейти там с 92 на 80 бензин, подкидывали вторую прокладку, то есть уменьшали степень сжатия, чтобы двигатель не детонировал, а ездил абсолютно нормально. Сейчас здесь стоит две прокладки под ГБЦ, все хорошо, все замечательно, но свечки у нас вывернуты и пока еще не собирали, давайте тогда прям сразу сейчас померяем компрессию и посмотрим, что у нас будет, изменилось ли у нас что-нибудь или нет. Понятно, что степень сжатия у нас тоже уменьшилась, потому что головка блока солидов стала выше, то есть у нас камера сгорания стала больше. Ну, а вот как повелась компрессия, сейчас мы узнаем. Поехали. Считайте, шесть с половиной. А тут семь, все хорошо, тут железобетонных семь. Ну, все-все-все, хорошо, шесть с половиной, так и запишем. Ну, тут, грубо говоря, семь. Значит, смотрите, какое у нас уже падение, но почему-то оно не ровное. Понимаешь, в чем дело? Полтора, один, один и один. То есть вот подкинули всего лишь по одной прокладке. Смотрите, было восемь килограмм, стало шесть с половиной. Было восемь, стало семь, было семь с половиной, стало шесть с половиной. И на четвертым было восемь, стало семь. Это вот добавили буквально вот, ну, сколько у нас толщина прокладки? Ну, давайте вот замерим прожатую прокладку. Ну, что здесь? Ну, ну, миллиметр. Это сейчас там их две. Ну, давайте подкинем третью. Хочешь забрать вот эту крутую дрифт-приору? Или ты, может быть, хочешь забрать вместо нее бабки? Тогда до 13 сентября выполни всего лишь два условия. Береги по ссылочке в описании и установи игру World of Warships. И сыграй всего лишь напросто 10 боев. Поддержи дрифт-команду Гараж 54, играй в корабли и забери свой приз. Все забрали, все хорошо, все замечательно. Сейчас у нас здесь под головкой блока цилиндров у нас уже три прокладочки. И по старой схеме давайте сделаем, то есть сначала запустим, маленько его прогреем. Запустим, запустим, конечно, немножко под вопросом. Ну, я думаю, все равно на трех он должен завестись. Запустим, прогреем и потом после этого померим компрессию. Слушай, ну работает! Слушай, а то, смотри, головка зеленеть начала. Ну, в смысле зеленеть, в смысле светится, сначала нагреваться, да. Вот у нас какой датчик температуры хороший. Как только свет появился, маленько от краски, значит все, значит прогрелось. Так. Ну, шесть. Поехали, второй. Тоже шесть. Получается, что с каждой прокладкой, то есть мы одну прокладочку добавляем, на килограмм становится меньше. Ну, здесь, ты говоришь, натяжитель, уже вот здесь в край головки упирается, да. Ну, обрезать его, конечно, да и все, как бы, ну, это же эксперимент. Эксперимент, я думаю, ничего страшного не произойдет, если он станет, ну, чуть-чуть покороче. Погнали, короче. Четыре прокладки. Блин, нифига себе. И она поднялась вот. И как мы посчитали, да, изначально, что, ну, якобы прокладка, да, там, миллиметр. Вот когда их стоит сейчас за четыре, такое ощущение, что нифига не миллиметр, а намного больше. Потому что сейчас, судя по всему, где-то миллиметров, наверное, около шести получилось, что мы подняли ГБЦ. Ну, вот прям реально не меньше. Ну, это пофигу. Давай, заведем и будем мерить компрессию. Да и сейчас посмотрим, как он вообще работает. Да, да. А, завелся. Так, ну, как-то не уверенно. Работает. Четыре прокладочки. Все хорошо. Все замечательно. Мотор бибикает. И это не может не радовать. Все глуши. Опять свечение пошло. Да. Ну, в принципе, как предполагали. Пять. Поехали. Хорошо. Ух ты. Смотри, какой результат. А здесь почему-то у нас ничего нет, сама не изменилась. Чуть-чуть изменилась вообще чуть-чуть. Ладно, хорошо. Так, это у нас второй. Хорошо. Может, может, может. Пять. Пять. Ну и четвертый. Вот пять с половиной. Вот пять с половиной. Четко прям. Так, ну у нас все-таки опять какие-то половинки начались непонятные. Данные, ну, примерно, примерно у нас одинаковые. Значит, у нас с подкидыванием каждой прокладочки, ну, на килограмм, на 100 паскалей, на 100 килопаскалей падает компрессия. Но, в любом случае, четыре прокладки, двигатель работает. Пятую. В общем, смотрите, пять прокладок. Все хорошо, все замечательно встало. Цепь уже прям, ну, реально, блин, не натягивается. Ну, давай попробуем запустить. Посмотрим. Работает. Даже на холостых практически работает. Да не практически, а работает. Вот, и получается вот такая история. Уже вот, смотрите, насколько прям, ну, тут видно вот, какое расстояние стало между блоком и головкой блока цилиндров. Блин. Значит, получается что, смотрите, подняли уже головку блока цилиндров на 7 миллиметров, у нас двигатель все равно заводится и работает. Прям какая-то фантастика. Хорош. Четыре с половиной. О, здесь пятачок. Хорош. Пять. Пять. А почему? А почему не изменилось? Третий цилиндр у нас самый такой боевой, что ли, получается. Пять. Однако тоже пять. Пять. Замечательно. Итак, ребят, все нормально, все хорошо. Смотрите, у нас тут сейчас пять, ну, в среднем пять килограмм до компрессии, но, получается, такие моменты очень интересные. Прокладки уже не обжимаются, потому что очень большое количество, а вот это стальное колечко, которое стоит в прокладке, именно вот это вот кольцо, которое у нас выжимается вокруг цилиндра, для того, чтобы у нас сам паранит не прогорал, поэтому здесь оно идет стальное. И когда набираются одна на одну вот эти колечки, их даже если вот так несколько прокладок рукой положить, то чувствуется, что это место выше. И получается, что для того, чтобы протянуть вот это место, надо тянуть болты с такой прям максимальным усилием. Но чем больше прокладок, тем, соответственно, ГБЦ выше, соответственно, болты вкручиваются меньше. И есть очень-очень большой, великий шанс, чтобы мы сорвем просто резьбу в блоке. И поэтому тянуть-то тянем, но получается, что колечки упираясь друг в друга, сама прокладка не прожимается, не обжимается. И смотрите, какие моменты начались. Вот запустили двигатель, и вот здесь, смотрите, между прокладками уже давануло масло. То есть нету такой плотной герметизации, чтобы прокладки держали масло. Видите, оно уже потекло. И это очень плохо, поскольку здесь успокоитель у нас просто стоит, он нам не мешает. А вот именно сам башмак натяжителя, он же у нас изогнутый, и уже просто, уже там, уже вот так вообще и правдами и неправдами, ломами не ломами, а пытаемся натянуть с этим. Мне кажется, что если поставим сейчас еще одну прокладку, мы уже не натянем. Но выход, я думаю, из этой ситуации мы все равно найдем. Поэтому разбираем, добавляем еще одну, собираем и пробуем заводить и мерить комплект. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята, смотрите, какой у нас получился бутерброд. Теперь здесь у нас стоит уже 6 прокладок. Это просто, блин, я не знаю, что сейчас произойдет с двигателем. Он прям хочет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заливает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает. Если это можно назвать работой. В общем, очень интересная петрушка получается, да. Надо выкрутить свечи и померить компрессию. Дай мне гликоверт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, пятерка? Причем железобетонная пятерка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пять. Что нам покажет третий? Ну, просто очень любопытно. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему он не хочет работать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему он не хочет работать? А почему он не хочет работать? Кто-нибудь скажет? Нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, ребята, смотрите, что получается. На самом деле, очень интересная у нас, короче, произошла ситуация с компрессией. Она теперь опять выровнялась. То есть, если у нас на пяти прокладках в первом цилиндре было аж 4,5. Ну да, видите, сейчас еще клапана. Клапана маленькая. Она подрегулирует, скорее всего, из-за этого. И она выровнялась сейчас вообще прям на... Вот когда стало шесть прокладок, прям четко. Везде по 5 килограмм. Вообще прям четенько. Замечательно. Отлично. То есть, ровненько, хорошо, здорово. Но двигатель уже не запускается. Он запускается. Ну, это с запуском назвать очень тяжело. Видели? Он чих-пых делает. Пытается пом-пом-пом поработать. Но недолго. И вообще на маленьких оборотах не набирает. Соответственно, не набирая оборотов. Ну, соответственно, здесь сейчас мощности вообще никакой нету. Потому что он, блин, даже сам себя не может крутить. Это о чем говорит? Он говорит, что все, мы уже подняли. Вернее, опустили уже степень сжатия до такого предела, что все. То есть, ну вот если взять, к примеру, изначально в стоке. Честно скажу, не знаю, но что-то так вспоминаю. В районе восьми с половиной здесь была степень сжатия. Сейчас подняли мы головку блога цилиндров. Тут 10 миллиметров стопудово есть. Прям как ни крути. Блин, дайте мне линейку, а. Чтобы нам не спорить. Ну ладно, хорошо. Уговорили. Десяти нету. Согласен. Ну, 9 миллиметров есть. Подняли. Головка блога цилиндров на 9 миллиметров. Ну, вы понимаете, да, что там произошло с камерой сгорания? То есть, она стала вообще вот такая вот огромная. Соответственно, вся смесь, которая туда попадает, совсем на такой степени не хочет даже воспоминяться. Воспоминяется, но как-то очень даже лениво и пых-пых. И фирм нам нифига не помогает. В общем, все. Это был край. То есть, когда у нас еще стояло 5 прокладочек, он еще работал. Шестую поставили. Все. Это критическая была высота, на которой двигатель у нас просто перестал работать. Высота, я имею ввиду, головки блока цилиндров. Насколько мы смогли поднять. Все. То есть, на 5 прокладок все работает. На 6 уже. До свидания. Так вот, ребят. Чтобы ширмозгами не заплывал, остановите ролик и прямо сейчас напишите в комментариях, почему он не работает. Не то октановое число. Либо мало смеси, либо ее наоборот много. Может быть, какие-то свечи неправильные. Либо сюда надо поставить турбину. Но опять, как же? Если он не заводится. Правильно? В общем, жду ваших комментов. Интересно очень даже почитать. Но факт есть фактом. То есть, 10 прокладок сюда уже ставить смысла мы не видим. Потому что... А 10 прокладок сюда ставить смысла я уже не вижу. Потому что на 6 он уже реально перестал работать. То есть, головку блока цилиндров подняли, ну, примерно на 9 миллиметров. Ну, это так. Для тех, кто любит посчитать. Если кто-то любит посчитать степень сжатия. В общем, вот такой замечательный эксперимент. 6 прокладок и все, и мотор не работает. Поэтому, ребят, просили 10, но извините, на 6 остановились. Дальше смысла нету. В общем, на 107 процентов у нас прошел. Но ура! Все, мотор не заводится. Можно сказать, что он просто... Ну, да. Если бы там, конечно, 6 прокладок не было. Если бы он был в стоке и так себя вел. И вам сказали, все! Конец! Все! Поршневая! До свидания! Все! Все! Клапана нафиг! Колпачки нафиг! Короче, в общем, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас. Подписывайтесь, если что-нибудь предлагайте. Комментируйте. Ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока!